привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки сейчас я буду смешивать два препарата препарат энерген и препарат hb101 сегодня буду проводить подкормку своих сеянцев до пикировки и устома была уже мне подкормлена и так какие дозы и как смешать и для чего этот раствор сегодня я вам расскажу и покажу и так чтобы подкормить наши сеянцы они у нас стали расти как на дрожжах то есть таким раствором я пользуюсь не первый год и я знаю что многие ютуберы многие цветоводы очень любят этот раствор из двух симуляторов роста энергены hb101 набираем емкость если на лит разводить то нам нужно добавить 30 капель энергена но у меня здесь не вид умеет 250 грамм 230 230 грамм вернее вот такая вот такой поливизатор сюда я буду добавлять из расчета если на пол литра то 15 капель энергена если пол литра мы делим еще на пополам 250 то есть нам надо 7 с половиной капель но я буду добавлять всем капель энергена и так беру поливизатор если налит повторяюсь 30 капель энергена если налит зависимости какого у вас поливизатор из этого расчета рассчитывайте и так капаем мы сюда 7 капель 1 2 3 4 5 6 7 и сюда нам добавить нам надо hb101 его мы добавляем если на литр то 4 капли на пол литра две капли и на 250 грамм одна капелька добавляем одну капельку все теперь нам надо смешать размешали закрываем поливизатор взбалтываем и будем опрыскивать сейчас свои сеянцы и так друзья при выращивании рассады многие задаются вопросом нужна ли подкормка чем подкормить в свои стомки я уже подкормила кальцевой селитрой обязательно оставлю ссылочку под этим видео описание конечно еще совсем маленькие сейчас чуть попозже покажу поближе встряхнули хорошо поливизатор и теперь свои сеянцы сейчас как раз они лучше будут видны потому что грунт весь засыпан у меня песочком для того чтобы не плесневил грунт так как выращивая квартире я думаю многие сталкивались с такой проблемой как плесень на рассаде или на грунте у меня есть отдельное видео тоже оставлю ссылочку под этим видео в описании как я борюсь если возникает такая проблема и так сегодня буду сеянцы показывать вам бегонии сеянцы эустомы и сеянцы ампельной питунь и бегонию буду показывать вам вечно цветущую бегонию ампельную семенную расскажу какого числа были проведены посевы сколько прошло дней с момента посева когда я увидела свои первые первые всходы сегодня будет оставайтесь продолжение этого видео все подробненько расскажу и покажу вот такая мне еще и стомка совсем маленькая но можно наблюдать что появилась еще одна пара листочков то есть первая пара семидольных листочков было теперь настоящие листочки первая пара настоящих листочков 2 на точку у меня и устомки и устома была посеяна 19 ноября всходы первые всходы появились 28 ноября на 9 день с момента посева многие цветоводы которые выращивают устому знают что это такой цветок долгое растущие растения и конечно чтобы она пораньше зацвело его надо сеять пораньше так как у нее большой вегетационный период сегодняшний подкормкой я проводила не только для истомы но и для всех остальных сеянцев это и питунья это и бегония бегония ампельная клубнивая процентов 50 схожести но по сравнению с прошлым годом и я этими всходами очень довольна хотя не сказать что они дружны где-то совсем маленькие где-то побольше свою подкормку я применяла и на них бегонию свою я ампельную сеяла 30 ноября извиняюсь это появились 30 ноября мы первые всходы села ее 21 ноября а всходы 1 я увидела первый росточек 30 ноября и потом в течение всей недели они не только сходили то есть где-то в течение двух недель сходит бегония ампельная клубнивая хотя она описана сроки и до месяца до двух по разному всходит но у меня вот течение двух недель зашло 50 процентов моих сеянцев и бегония вечноцветущие сходы стопроцентной очень хорошо хотя я переживала что нами они меня зайдут каждый день посматривала села я свои бегонии вечноцветущие 7 декабря первые всходы появились 15 декабря в течение двух дней они дружненько у меня взошли махровый сорт махровой расцветки теперь по поводу петунии петунии очень хорошо взошла только один сорт wave у меня последняя грядочка три расцветки wave в основном только два росточка не показали ничего что повлияло сказать не могу остальные все очень отличные всходы села я свою петунию ампельную повторяюсь сейчас посмотрю свою запись 3 декабря всходы появились 8 9 декабря начали появляться всходы вы видите что 3 листочка пикировать я пока что я не буду она еще маленькая все все сеянцы которые я сегодня подкармливала своим взрывателем ростами находится под колпачками я не снимаю укрытия только каждый день проветриваю даже и уже на петунии тоже появляется первая пара настоящих листочков многие можно видеть растения но я не спешу полностью снимать укрытия пока я проветриваю потом только постепенно постепенно буду снимать укрытие вот такой вот такими двумя препаратами двумя стимуляторами роста можно подкармливать все растения всю рассаду воспользоваться можно либо поливизатором и либо спринцовкой либо спритцом но аккуратненько чтобы не повредить нашим сеянцам иначе под сильной допустим струя какой-то водички они могут попадать потому что корневая система еще не так сильно развита но я на данный момент пока они маленькие пользуюсь конечно поливизатором а потом уже когда подрастут сеянцы я начинаю поливать их при помощи спринцовки вот таком друзья небольшом видео я вам показала свои сеянцы петунии свои сеянцы бегунии вы теперь знаете что таким подкормкой такой хороший хорошим взрывателем роста можно кормить все растения поэтому кормите я думаю что вам понравится этот раствор и вы будете применять на своих растениях и увидите разницу развития понравилось видео ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам желаю здоровья удачи хороших крепких всходов и до новых встреч до новых видео всем пока пока и удачного вечера